Шарль Пиро Хватит орать, сказала баба дочке Да тебе пахать надо, возьми пирожки Пойдешь она через лес, отнесешь их к бабушке Боже, тебе мужика нормального найдешь Итак, идет наша красная шапочка по лесу Ла-ла-ла-ю, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла А до встречи серые местами черные, очень волосатые Да весьма симпатичный, Волк. Эй, девочка, стой, эй! О, ты кто? Я, Волк, серый Волк, уважаемо лицо кавказской национальности. А серый, потому что я не прописан. Ну, рассказывай, кто дойдет, что дойдет, что корзинки вообще? Бо, а что там только нет? Да деньги нет, телефона нет, только пирожки. Эй, Тимон, с головой есть какие пирожки? Я на этом месте пять лет стою, это моя территория. Я шаурма тут продаю. Давай рассказывай, куда идешь, что идешь, где бабушка живет, в конце концов. Сколько там человек прописано? Бабушка живет за лесом. О, молодец, старших надо уважать. Триста, дорогу покажешь. Сказал, Волк и побежал короткой дорогой через лес к бабуле. Сожрал ее, делая чипец, коридолин, лег в кроватку и стал дожидаться красную шапочку. Тук-тук-тук, стучат в дверь. Кто там? Это я, красная шапочка. Ненавижу красных кабунят, ей всю страну разворовали. Житья от вас нет. Бабушка, выключи телевизор. Руси, скажи, как мне дверочку открыть? Дергай мне же за веревочку. Дверция кроется. Я уже знаю, что нужно делать с веревочкой. Я просто пин-кот, завылочный, спал, Грубая немецкая речь. Короче, с горем попала, попала красная шапочка к бабушке, к любимой бабушке домой. Бабушка, я тебе принесла пирожки. Какие пирожки? Разве я тебе не за пивом посылала? Вот тут у красной шапочки появились к бабушке некоторые вопросы. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Глаза стандартные, это просто зрачки расширенные. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Ах, если бы знала ты, ванюченька, как твоя бабушка хочет курить? И потянулся целовать красную шапочку, сожрал её. А в это время до счастья Бима проходили дровосеки. Вообще, кроме Москвы, дробосеки могут свободно везде проходить. Они услышали шум, они прибежали, решили спасти красную шапочку, разрезали волку-живот. А там красная шапочка, бабуля, пиросочки и пиросочки. А также мороженое, пирожные, ну, заебайте, заебайте, чё вы. И это, стали они жить, поживать и добра наживать. Ну, короче, красная шапочка в городе, а бабуля в лесу. Вот и сказочный конец. А кто слушал и кто пришёл на фестиваль пародий, молодец! The end of the show. Спасибо.